Привет зрителям канала. Сегодня ремонта не будет. Сегодня будет покупка. Вернее, уже сижу я на покупке. Вот. Ну, давайте, что купил. Что мог? В жару, в лето купить блогер для себя. Грант. Ваши пропозиции. Это не кондиционер. Как у нас гласит поговорка? Готовцы они летом. Летом надо покупать генератор. И это у нас Грант БГО-3300. Новенький, новенький. Сейчас еще сам его не вытягивал, а распакуем и посмотрим, что все в наявности. Так, чего? Вы решили купить его сейчас. Потому что, по информации, все поврежденные энергосистемы у нас отремонтированы в Украине вроде бы на 20%. В телеграм-каналах страхают, что зима, будущее, бишь, небеспечно и тяжкою. Это не набагато, что была зима 2022. Поэтому генератор стоит не 20, не 30, не 40, а всего лишь 8000 на данный момент. И, кстати, цена растет, я вам скажу. Пока я решил покупать, на 136 гривен выросла цена. Ну, сказали, что в связку с предвыщением курсу доллара. Хотя, после покупки, я думаю, уже на 300 гривен еще поднялась цена. Так что, ребята, покупайте сейчас. Сейчас купите за 8000. Это совсем мелочь. Вот такой красавец у нас. Значит, чего купил именно цей вариант. Гранд. Это производство Чехи. Сталкивался я с Грандом. У нас даже на мастерской пользуемся, я уже не знаю, лет 5 технический фент. Работает беспроблемно. По шуруповертам тоже там вроде бы все нормально. Такой болгарки. Ну, такой... Что-то тянется к середине. Так, бачок на 15 литров, масляный там на 600 грамм. Что, значит, еще главное. Есть у нас земляк Николай Доточный, тоже блогер. Я его посмотрел. Вот, что молодцы блогеры? Что мы без вас делали? Всегда полезное дело дает. Значит, он его протестировал. Он выдает полноценно 2,8 киловатта. Подключал сварку. Троечку не тянет, выходит в защиту, а двоечку тянет свободно. Электрод двоечку тянет беспроблемно. Болгарка. Дальше, что он еще брал? Брал, подключал к газовому котлу. И он работает без стабилизатора. То есть, синусоида здесь уже будет правильная. Что еще? Дальше. Он разбирал. Обмотка, оказывается, здесь медная. И производителям заявлено, что это медная. Ну, я не знаю, уже все-все, плюсы-плюсы. А это что у нас? Ха-ха, я... А что это? А что это так? Ага, смотрите, какой косяк. Вот гаечки. Где гаечки делись? Я офигею. Вот так вот. Рассказываю, рассказываю, распинался. Здесь есть, здесь есть. А здесь гаечек нету на декоре. Вот паразиты. Так, ну и даже у нас тут комплектация. Две вилки, резиновые ножки, ключ сречной. И инструкция по пользованию. Ну, так все красивенько. Все остальные, вроде, все прикручено. Здесь тоже есть резиновые амортизаторы. И плюс резиновые еще и ножки. Так что, ну, они сильно не резиновые, пластиковые. Ну, и все, вроде бы. Все здесь. Обзоры полноценные есть. Я думаю, что вам тоже будет эта подсказка. Ну, что? Запуска не будет. Однозначно. Я надеюсь, что даже этой зимой я его запускать не буду. Будем надеяться так. Ну, а кто скажет, то надо же проверить. Зачем его проверять? Потому что, если вдруг я не буду пользоваться, через год, через два бензин оседает в карбюраторе. Забиваются жиклеры. Это однозначно. Потому что мы столкнулись в начале войны. У кого были генераторы, стояли по три года где-то в гараже. Начали вытаскивать. И все просто закоксованные карбюраторы были. Некачественным топливом, которое уже застоялось. Ну, вот так вот, ребята. Кому было полезно, информативно, не забудьте, как всегда, поставить техническому каналу лайкос. Всем тепла, электричество и, конечно же, мира. Всем пока-пока. Да, кстати, кто предложит, мне скажет. Это для частного дома. Однозначно, это все нормально. Поставил там возле гаража, где-то под навесом, пускай тарахтик выдает электричество. Кто-то скажет, инверторный купит. Да, инверторный стартует от 14 тысяч, что-то где-то так он. Но, я посмотрел, насколько стоит самая дешевая плата, модуль, контроллер на него. Самый дешевый 5 тысяч, 5 тысяч. Ну, зачем здесь, зачем он не ремонт, ну, не выгодно экономически будет в ремонте. Здесь что? Бензиновый генератор, ой, двигатель, и потом электрический двигатель. И он выдает от вращения электричество. Дальше стоит АВР, которая контролирует напряжение. И все. Это то, что если вдруг сломается, я его сам буду делать. Четырехтактный двигатель, это мопед. Ничего здесь сложного нет. У кого руки так не стоят, чуть-чуть с техникой дружат, с отверткой, все это можно будет отремонтировать. Инверторный, там нечего лазить просто. Когда выйдет электронный модуль, его просто выкидывай. И, шутер, получается у нас 40% минимум нужно будет отдать. Вот так вот. Так что, это тоже подсказка, не забудьте иметь это в виду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok